Дарк Соус Препейтуда Эдишн Дополнительный контент мы прошли И нам осталось добивать игру Тут еще много работы Достаточно Как минимум нужно убить сейчас бабочку Которая находится где-то здесь в лесу Я честно говоря не очень помню где Но по дороге мы возьмем ту блестяшку Которая там вдалеке как вы видите блестит Так что давайте начинать У нас в принципе одна дорога по моему Вроде как поворотов больше нет Кроме того который вел Гидри Подождите А к бабочке по моему желательно прийти в человечной форме Поэтому давайте-ка мы Около костерка сядем А так в принципе мы Все что я хотел по Дополнительному контенту сделать Уже собственно сделали И по идее Можно было бы даже и закончить Но это не охота просто и вам это как я увидел По комментариям нравится и мне интересно По второму разу эту игру проходить Да конечно бывает что временами То есть теряются Детали То есть кому-то не Вы видели что у меня с ногой было? Кому-то не нравится что я перекачался Ну по-моему лучше перекачаться чем не докачаться Мне собственно давно хотелось Вот таким мега боссом побегать И всех понагибать Кому-то не нравится что я не знаю всех 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 деталей игры Но это все таки несмотря на то что второе прохождение Это именно летсплей И собственно Какие проблемы вообще Мне интересно игру познавать Так тут у нас засада насколько я помню Игру познавать самому А не с помощью гайдов Потом уже после прохождения Это интересно почитать Но только после Кстати говоря Я думал вот это вот на То есть на броне Арториуса Мощная штука Такая вот Оружие словно Она оказывается на щите Хевела Блин я сегодня уйду Нет мне сейчас придется возвращаться И Ладно Видите да Это не профессиональное прохождение Я просто знаю как эта игра работает Знаю что где находится Но Профи я себя назвать не могу Я всего же второй раз Прохожу эту игру Причем вот это вот Вот эти серии Я пишу после Где-то Наверное Полуторанедельного Перерыва Отдыха от игры Поэтому какие тут Могут быть претензии Так ладно пошли Все уже По новой Отомстим этим ребятам Почему я в человечной форме Потому что Насколько я помню Когда приходишь к этой бабочке Лучше быть То есть в человечной форме Там будет рядом с ней Ведьмочка Ее можно будет призвать Мне это будет интересно Ничего не вижу Так что И собственно погнали дальше После того как Разберемся со всем в лесу Мы пойдем Кстати говоря Здесь вот эти вот Каменные гиганты Они далеко не такие сложные Конечно Как в припей Туда и дишине Но тоже могут Составить проблемы Насколько я помню Их суть в том Что они Делают вас Малоподвижными То есть вы не можете Кувыркаться И для персонажей С дек С билдом Это настоящая проблема Но для меня Такого товарища Том я думаю Не так уж Все и страшно будет Тем более Со сложностью у них Они даже Они вообще слабые По сравнению Даже с теми рыцарями Из Анар Лондона Которых я в основном Качаюсь Даже по сравнению С ними Они такие уж сложные Так Броня элитного рыцаря Которая мне в свое время Очень нравилась Вон Видели это Это они сделали Специально Чтобы я не мог двигаться Но не достали А, достали Я свечусь, как новогодняя елка Так, подожди Я же тебя убил, нет? Хе-хе-хе Ну ладно Так, все, нужно вспомнить управление Я вообще отвык, честно говоря У меня уже настолько То есть Как говорится В крови управление этой игрой из дуал шока То есть геймпад от Xbox Ой, от PlayStation 3 Что вот все эти Привыкания к игре на Xbox Ком геймпаде, который у меня подключен К компьютеру Просто мучают меня Постоянно нужно перепривыкать Так, там у нас сзади кто-то идет, по-моему, нет? Обожаю свою алибарду Она офигительная Вот это ловушка Вот это вот Веточки Это, как вы видите, не веточки Но мы неплохо прокачаны Поэтому И тем более Прекрасно знаем, что тут Вообще что Будь я уровней там На 40 поменьше Я бы, конечно, так не пер в самую толпу Но сейчас как-то уже просто знаешь Что сможешь Поэтому особо не волнуешься Так, тут еще одна ловушка И где тут рыцарь древний? А вон он лежит Пока он лежит Мы разберем тебя После этого, наверное, в полость пойдем Как она там называется? Крит Холлоу Мне охота туда, честно говоря Сейчас с лесом мы уже просто прощаемся Добиваем его Так, а эта дорога, кстати говоря Ведет не к боссу, по-моему Если я не ошибаюсь Вообще броня, то есть рыцари Она, а нет Она к боссу уйдет Подожди Она тут сидеть должна где-то Нет? С ней битва с этим боссом Становится очень сложной Ой, легко Наоборот Хорошо Она потому что бьет именно магией И очень мощными спеллами Она может только стоять в блоке И ждать, когда она подойдет Я думаю, возможно, мы с парой-тройкой ударов Вынесем Эту бабочку Просто интересно Находиться в этом месте Так, погнали Что характерно, в архивах Этот босс будет в больших количествах Ну, Беатрис Стреляет что ли, я не знаю Здесь я уворачивался Но сейчас щит прекрасно держит Так, Беатрис Беатрис А, я потом взбойнула Ну, видите, вполне неплохо сносит, да? Ну, я думаю, ее сейчас размотают такими темпами Хотя Пока что вы ничего не можете делать Единственное, если у вас есть лук, конечно Но лука у меня, то есть лук есть А вот время от времени она подлетает Это прекрасный момент Разламывать ей шайбу Вот и все Один из самых легких боссов в игре На любых уровнях Но, опять же Может доставить проблемы Если вы не знаете Вообще, что она из себя представляет Так, все, Беатрис Спасибо, до свидания Давай, до свидания Следствием закончили В лесу у нас побежден и Сиф В лесу у нас побежден И этот босс И теперь Я даже не знаю У нас осталось Так, скотокомб у нас вниз сюда идет К гигантам Но туда я пока не хочу идти И оставлю это напоследок Потому что там будет много боли Несмотря на то, что Так, здесь у нас лежит Какой уголь С помощью которого мы сможем улучшать оружие Подожди А, ну да Хорошо, косточку возвращения мы трогать не будем Ключ от подвала Сторожевой башни Это А, ну это где Хевел был Мы эту штуку открыли Купив Человека Который был у нас Где он был А, под мостом Тот, который броню продает Мы у него купили отмычку И, собственно, таким образом Открыли Эту башню А если мы тогда не купили отмычку То сейчас все еще бегали бы В какой-нибудь мусорной броне Я бы ее прокачал, конечно Но в броне Арторис Согласитесь, тащат У меня нет других щитов каких-нибудь Большой щит искупления Просто так Потому что щит Хевел Он вообще некрасивый Какой это у вас за щиты-то? Стабильность 77 Эту Ну, конечно Я думаю Пусть так будет Мне, честно говоря, пофигу Главное, что Не так уродливо Это все выглядит Потому что щит Хевел А броня Хевел Это, по-моему, самая уродливая броня В игре Несмотря на то, что У нее такие Крутые показатели Ну, кроме того Щитом Хевел Парировать нельзя Хотя А этим можно, нет? Похоже Тоже нельзя, что ли Подожди Парировать же это Л-2 То есть Левый бампер О, левый триггер Ну да Тоже нельзя Тоже за тяжелый считается Окей Хорошо Так Где же у нас здесь Дорога к тому ништячку Который тут лежит Где-то Я помню Он тут где-то есть Для этого нам нужно будет Сейчас повернуть По-моему В одном из этих мест Хорошо Как я это еще сделал У меня подвижность По-моему Да Сразу нормальная Стала Так А если у меня такая Хорошая подвижность Может у меня кольцо Кувырков Сейчас начнет нормально работать Так Подожди Отсюда Пришел Куда же я иду Или направо Тут идти Что за звуки Отвратительные монстры Создатели этой игры Вообще всегда То есть Умели Могли сделать Именно отвратительных монстров Как-то Стальная защита Скорее всего Не даст Это мне Возможность Кувыркаться По-нормальному Да Не даст Слишком большой вес Но попробовать стоило Кольцо Короче говоря Зря Я из-за этого Ковенант еще разрушил Ну и пофиг Не узнавший Вернее Не попробовавший Не узнаешь Верно Так Очередное Живое дерево Которое можно убить Но не обязательно Оно по сути Безвредное По большей части Просто загораживает Проходы Так Вот здесь Где-то у нас Ништяки Лежат А подожди У нас из того Зала главного Еще есть Проход один Такой же По моему Деревом Перегорожен Вон Сейчас посмотрим Короче Вот это кольцо Которое Я вам в самом начале Серии показывал Оно вот тут именно Но сейчас я пойду И он тот паренек Встанет И с двух сторон Меня окружат Да пофигу Рыцари Конечно Первый раз Когда я с ними Встретился Это был 40 какой-то По моему Уровень Был тяжеловато Очередной раз Подтверждает Что игра По сути Очень правильная В плане сложности Если нормально Раскачаешься То никакой сложности И не будет Так Кольцо с волком Вы узнаете Это место Да вон там У нас Бонфайр горит И мы Сделали довольно Серьезный круг Так Подожди Что это кольцо Дает кольцу волка Я не помню Так Улучшает баланс Подожди А улучшает баланс Оно не позволяет Ли нам Случаем Бегать в воде Хрен знает Как в воде Будем Проверим Что значит Улучшает баланс Или возможно Оно стабильность Меня там И меньше стамина Тратится На блокирование Ударов Я не помню Честно говоря Блин Я опять Серьезно Отвек от игры За время Вот этого Полуторанедельного Отдыха От нее Это что Идиоты Считают Что я Безвывоза За компьютером Сижу Верно Я Я очень Долго Я очень долго Как правило Отдыхаю Между Сессиями Но при этом Если засяду То сижу Весь день Сижу Пишу серии Потому что Иначе в таких объемах Выпускать не получится И будет очень много Недовольных людей Каменный большой щит Хорошо И там тоже Ништяк лежит А тут внизу Первый раз приходите Когда здесь У нас по-моему Гидра сидит Потому что Это то самое место Или не то самое По-моему Отсюда ее видать Не суть важна Так хорошо Вроде бы в лесу Все что могли взяли Там конечно еще одно По-моему деревце Из-за которым Тоже можно продолбить То есть в главном зале Где у нас Первая атака была А так в принципе Можно отсюда выходить Из этой локации Она полностью зачищена Так Я туда иду Обожаю броню Арториуса Мне она очень понравилась Не ну все равно Конечно Мне больше всего нравится Броня Паладина Она именно Вот эта вся такая Раздолбанная То есть Какая-то грязная А в той Ты Рыцарь В блистающих До спеха Так это ты Значит шумела Шо Так Теперь Где-то Вот тут Надо вспомнить Есть у нас Такая же Замануха Или нет Или я путаю Что-то Да похоже Путаю Ладно Возвращаемся И сейчас Нам нужно К ведьме Хаоса Ну то есть К ее Бонфаеру И оттуда Великую Полость Щитом Хотел Ударить Ну да Я еще не понимаю В чем суть Вот этого То что Щитом Драться Кто-то там Один в пвп Двумя Считаем Но это уже Изгаляется Народ просто По-моему Это достаточно глупо Так Что на новый уровень Хватает Я не знаю Стоит ли мне еще Качаться Потому что я уже Мега Убийца Здоровье Еще качнем Так Подожди Че я встал Дочь хаоса Оттуда Через Блатон Сейчас заодно Как раз Проверим Кольцо Урешающий баланс Что-нибудь Нам дает Или нет А вообще Надо было Кстрей Демон Уйти Давайте Кстрей Демону Пойдем Так Сейчас из него Полезет Гадость Вот эта гадость Если она Вцепится вам В голову То Может Сделать Такое Проклятие Что в итоге Вы То есть Через некоторое Время У вас На голове Вырастет Как это Называется Яйцо И снять Вы сможете Только Я не помню Как У них еще Тяжело Попасть Но у меня Оружие Такое Бьет Оно По вертикали Очень Неожиданно Опасные Твари В итоге Да 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 Так Она куснула Кстати говоря Может что и произошло Потому что Сразу Сохранение Не прошло Вполне возможно Скоро мы Шлем Артуриуса И потеряем Кстати говоря Кайла Кольцова Растает на голове То все Шлем Который там был Пропадает Так Ну и отсюда А вот Лекарства От яйца Сразу Сразу Мне дали Ну ладно Я отсюда Не смогу Обратно Переместиться Потому что У меня тут Убита Девушка Что кстати Вызвало Нехило Такой Бугурт У Зрителей Ну как я и говорил Там просто Нужно было Улучшить Флягу С эстусом В чем Мне толку Что она тут Сидит Пойдемте Тогда в полость Раз я не могу Сейчас переместиться Обратно К храму огня И откуда Пойти В прибежище Нежити Значит Мы сначала Разберемся С полостью Тоже В принципе Люблю локацию Она наверное Самая красивая И при этом Совершенно Не обязательно Посещение Она вообще Секретная Что Довольно Смешно Учитывая Размеры Одна из самых Больших Локаций В игре И довольно Сложная Поначалу Но Именно Если В нее Придешь В уровне На 30 Где то Тогда она Сложная А сейчас Мы там Особых Сложностей Испытывать Не будем Просто Красиво И там Нам в конце Встретится Дракон Причем Не агрессивный И Можно Будет У него Взять Кое Что Не уверен Что я смогу Этим Пользоваться Потому что Там Вроде Вера Нужна Но Попробуем Кстати Говоря Я же Сейчас Этим Сволочем За все Отомстить Могу Потому что Сколько раз Я сюда Бегал Сквелаг Драться Это Было Довольно Сложно Столько Раз Они Пытались Меня Убить Пришла Пора Отомстить Так Ну где Что так Темно Одного Вижу По шевелению А вот Второй Нарисовался Ну да Месть Месть Это Хорошо Смотри Даже так Не убивай С одного Так Ладно Навозный Пирог Ой Тут еще Один А ты Откуда Я думал У вас Двое Ты посмотри Какие сильные Гады То есть Сколько уровней Прошло Они все равно За старые Ладно Так Комарики Летят На них Обращать Внимание Не будем Давайте Проверим Колечко Со знаком Волка Как оно Нам Поможет Нет Так Подожди Да Вы запарили Уже Ну Фу Так Тони Тебя Улучшает Баланс Вполне Возможно Оно Мне и Поможет На самом Тебе Просто Вспомнить Сколько Тут Геморроя Было С этим Местом Приятно Сюда Уже На поздних Уровнях Возвращаться Потому Что Блин Это Место Полно Боли Это Такой Геморрой Нет Я все равно В воде Не могу Бегать Значит Оно Просто Как-то Улучшает Нашу Стабильность Хорошо Значит Нужно Кольцо Змеиное Опять Взять Так Вы Ребятки Я уже Помню Что С вами Несмотря На уровень Все равно Нужно Быть Серьезным Аккуратным Потому Нет Ну Вы Видите Да Опасные Дофига Опасные Твари Побали Давай Ты Тогда Сколько уровней Прошло Они все Так же Лезут Хорошо Всем Отомстили Кому Могли Кому Хотели Огромная Дубина Если Если Прокачать Возможно Будет Довольно Веселое Оружие Давайте Посмотрим Я Кстати Не помню Вот этот Талисман Нужен Чтобы Попасть То есть В нарисованный Мир Огромная Дубина Такие Дубины Могут Колотить Врага В землю Ладно Так Тебя мне Не нужно Тебя не Нужно Блэйтауне Нам Понадобится Исключительно Трава Так В принципе Только Этой Понадобится Зачем Я ее Сделал Если Сейчас Яд Полезу Ну Да Ладно Что Я сегодня Не в Форме Вообще Помните Того Паренька Которого Мы Убили Исквенанта Лесных Стражей Если Мы Его Там Не Убивали Если Он Не Появился Сразу То Сначала Нужно Было Блэйтауне Под этим Колесом Найти А потом Бо Уже Пришлось То есть Хотя Его Можно Было И тут Убить И Это Кольцо Забрать Но Если Бо Он Вас Убил Потому Что Боец Не Самый Простой То есть Соперник Если Бо Он Вас Убил То Он Оказался Был Именно Около Какая Квина Завод Что Или Как Ну В общем Около Этой Кошки Главное В этом Ковенанте Ох Как Тяжело Тут Опа Кого Я Вижу Я Не Знал Тут Вообще Очень Много Таких Деталей Как Оказалось Что Рыцарь Соляр Что То Я Для Него Не Сделал И В итоге Блин Не То Я Хотел И В итоге Там Что Какая Последовательность Действия В итоге Не Откроется И Теперь Он Безумный Будет На Меня Нападать В Аду Кто Ж Знал То Верно Такие В 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 Просыпайся уже, братень. Фантастика! Спасибо! Спасибо, что ты! Моя мечта Катарина объявляет свою глубокую благодарность. Я не забуду это. Пожалуйста, возьмите это. Символ моего удовольствия. Пронзающий щит, как у тебя, что ли? Интересно. Ну и отлично. Удачной тебе дороги, толстячок. Нет, он у нас забрал всего три единицы фиолетового мха. Неплохой обмен, да? Будем знать. Это я тоже не знал, честно говоря. Так, хорошо. Наконец-то мы вышли. Ненавижу Блайттаун. Такси-локация. Она, в смысле, сделана круто, но настолько унылая. Настолько в ней себя ощущаешь некомфортно. Не люблю такие места. Вот в Грид Хоу как-то прям проникаешься величием этого места. Так, хорошо. Да, неплохой такой секретик, да? Постоянно сюда приходишь и 400 дает душ. Не понимаю. Так, ну и что, начнем геморрой. Здесь лягушки. Да, лягушки. Лягушки, которые могут вас проклять. Очень опасное место. Так, это у нас не... Нет. Отсюда, по-моему, можно спрыгнуть сразу вниз. Зачем нам спешить? Насколько я помню, там ничего хорошего все равно нет. Поэтому лучше потихоньку... Хотя, вот тут вот можно было бы. Лягушки, я вас слышу. Не пакость. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, как она... Надышала за мной прямо. Блин. Опасно. Ай-яй-яй. Ладно, защита хорошая у меня от этого. Очень хорошая. Поэтому живем. Видимо, тут будет не так сложно. Здесь не то, что сложно. Здесь главное не залажать именно... Чтобы они на вас не наношали. Есть, по сути, много вот таких блестяшек. Но, скажу вам честно, практически ни одна из них не стоит того, чтобы ради нее рисковать жизнью. Потому что это просто красный титанит, синий титанит. То есть они важны, конечно, очень редкие. Но, не знаю, я что первый раз, что второй раз сюда приходил уже серьезно раскачанным. И мне не было нужды, как оказалось, в итоге прыгать за ними. Я не знаю, тут, возможно, и есть что-то хорошее. Но, сколько я прыгал, я, по-моему, все практически в предыдущий раз собрал. Тут лежал один мусор. А так, он, видите, блестит внизу более чем порядочно. Ой, ненавижу это место. Тут одно неверное движение, и все, летишь вниз. Я сейчас не знаю, куда мне идти. Так, у меня ощущение, что... Может, я кругом сделал. Так, здесь у нас несет. Нет, похоже, нет. Ну, просто офигеть, да. Вот представьте, насколько глубоко мы спустились в Блайт Таун. А здесь мы спускаемся под Блайт Таун. Это еще гораздо-гораздо ниже. Блин, все-таки размах в этой игре эпичнейший. Там еще один кусок титанита лежит. Ладно. А я довольно просто спустился в этот раз. Первый раз у меня тут столько погибелей было. Тут уже уровень не поможет, как бы. С высоты одинаково хорошо, что раскачаны, и все славы персонажи разбиваются. Ты посмотри, какое. Хорошо. Это еще не самый низ. Здесь у нас что? Не сюрприз, говорю. Не сюрприз и не секретик. Так, мы сделали круг. Нужно спускаться еще ниже. Самое главное, просто так не упасть, потому что полетите далеко и больно. Тихо. О, кто-то попался. Кого-то прокляли. Это, повторю, не просто декорация. Если другого игрока убивают в его игре, то вы в своей игре видите его вот в таком вот виде, когда он застывает. У него после этого становится половина жизней. Потом, если его еще раз тут же убивают эти же твари таким же способом, у него становится уже четверть жизней. Короче, просто прелесть, а не монстры. Так, как ее вообще взять-то? А тут спрыгивать надо было. Ладно, пофигу. Сейчас вполне возможно я убьюсь, потому что тут вроде как очень сложное место есть. Или не убьюсь. Но как бы там ни было, серию уже пора прекращать вроде как по времени. Как видите, сейчас мы подчищаем хвосты, прежде чем пойти к серьезным боссам. Типа четырех королей там, или лорда Нита. Вот это, кстати, очень серьезные противники. Они очень медленные. Это, похоже, дальние родственники Элизабет из дополнения. Они очень медленные. Ну, то есть, не вот эти вот, не вот эта мелюзга, а настоящие, то есть, грибы огромные. Несмотря на свою неподвижность, они, если уж вдарят, то всушат так, что мало не покажется. Так, мы попали на территорию грибов. Территория грибов в данной игре. Это вот эта вот полость. И, кроме того, в лесу, около Сифа, они обитают. Там из них тоже можно хорошие вещи выбивать. Так, начинается в колхозе утро. Видите, сколько сношу? Они меня. Это я специально дал себя ударить. Видите? Это с такой броней, на таком уровне. Они по полжизни сразу сносят. Опа! Одна ошибка. Отлично. А мы уже в самом низу были. Хорошо. Вы поняли, да, что это за противники такие? Круто. Так, ну что, наверное, сегодня будем закачивать. В следующей серии уже я начну там сразу снизу и двинемся дальше. То есть, еще ниже, еще глубже. Начну с того, что как раз, как я буду мстить этим грибам. Ну, в принципе, демонстрация способностей гриба под конец прошла, я думаю, довольно успешно. Место офигительное. Просто очень красиво и очень круто сделано. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok